Ворожба на картах Таро, размовы с психологом, майстер-класс по графологии, а так само танцы, спевы и квесты. Минулой ночью библиотеки областного центра значно поширили звычайный спектр послуг. У пятницу, 13-е, на города пустилася библия ноч. Однако на суперок жанру было совсем не страшно. Хучей, гучно, весело и цикаво. У эпицентры массовой культурной бессонницы опынулася Евгения Кухаронак. Акция «Патрымку читания Библия ноч» проходит в Гомеле, что год. По традиции, ее организуют на переданной святковании Дня города и Дня библиотек. В рамках читальницкого ночного форума режим працы библиотек кардинально меняется. Для наведленников и гостей двери отчиняются только в вечер, и свято протягивается до ночи. Наши все акции в поддержку чтения, вот такие, как Библия ноч, они, прежде всего, направлены на то, чтобы наши горожане, те еще, кто не знает и не протоптал путь в библиотеку, ну, хотя бы вот таким нестандартным взглядом, увидели ее и, в общем-то, стали постоянными посетителями. Ну, вот не каждый день, наверное, в библиотеке, да и, собственно, в любом учреждении известный психолог беседует с вами по поводу того, ну, что ж все-таки за такие внутренние страхи и как их преодолеть. Интерактивные пляцовки на каждом поверсе. Тут и квест, и викторыны, и складанные задачки. А для перемоги необходимо всего одно – начитанность, как показала Пытанье, царот Гамельчан, шмат аматоров и литературной классики и книжных новинок. Я сейчас читаю книгу «Стиль на Кинга». Из художественной последний раз, что я читала, был «Александр Полярный. Мятная сказка». Не всегда получается, сейчас нет времени. Сейчас в основном читаешь что-то со школой, то есть седьмой класс, что проходит, и второй класс. У «Библия ноч» уголовной библиотесы в области имя Ленина автоматично отменяется правило заховывать тишиню. У дельнику свята чекаются бальные танцы, выступления музычных гуртов и азартные гульни. Соправды, не один день года. Нельзя найти таких пропанов. Особная программа для юных гостей библиотеки. Мы хотим, чтобы залы библиотеки были наполнены. Мы хотим, чтобы к нам приходила молодежь, дети, которые станут в последующем нашими читателями. Мы очень хотим, чтобы люди помнили, что читающие люди – это успешные люди. Проверить себе и свои веды, показать эрудированность и научиться новому. И все это у стенок библиотек, когда на годинниках наближается час для отпочинка. Акция безумовно нашла гэтой ночью своих прихильников. Аматорам почитать перед сном было не до того. Агни у окнах библиотек погасли ближе до полночи. Культурная бясонница – никакой шкоды не несет. Только радость. Евгений Кухаронак, Евгений Макинка, телерадуя компания «Гомель».